здравствуйте дорогая публика вот есть такое понятие мега-сайенс это значит огромные научно-исследовательские проекты связаны с огромными затратами денег вот недавно на президиуме академии наук обсуждался вот тема мега-сайенс и объяснили что мега-сайенс это когда расходы больше 300 миллионов долларов этот мега-сайенс ну вот можно пример мега-сайенс предъявить это значит супер коллайдер типичный мега-сайенс вот есть значит итер это строительство международного токомака в этой самой во франции вот он такой вот строитель это мега-сайенс и вот значит для чего делается вот эти вот огромные расходы мега-сайенс чтобы что-нибудь такое открыть прорыв совершить значит вот например замечательный ну до до завершения строительства итера еще долго 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 вот а что касается значит замечательного нашего ускорителя то там такая ситуация что этот ускоритель был создан для того чтобы проверить в том числе про справедливо ли стандартная модель элементарных частиц ну стандартная модель так называть не буду говорить слова элементарной частицы для меня все накинутся надо называть фундаментальной но в годы моей молодости называлась элементарной частицы вот вот а ее проверили она замкнулась нашли бозон хиггса все в порядке и теперь значит пытаются увеличить энергию чтобы что-нибудь новое найти может быть столкнуть не протон с протоном а ядро с ядром вот похожую значит но более бюджетный проект это в дубне реализуют там будут сталкивать два ядра друг с дружкой и при этом столкновение давление будет таким большим что можно они ожидают что про образуется кварк глионный плазма то есть вот это все будет вот это вот облачко так как будто куча яиц раздавили вот все что в них было вот оно тут ну сейчас на разлетится эта яичница опять на частицы на мизоны на барионы ну вот все как-нибудь обойдется вот вот такая такая вот концепция но пока ничего не могут найти ничего еще один собственный мегасайенс это астрономические приборы вот есть у нас замечательный замечательный зеленчукская обсерватория там вот этот прибор класса мегасайенс он был создан еще в далекие советские годы в 60-е в 70-х вот это он значит вот его строили вводили в эксплуатацию появилась так называемая южная европейская лаборатория она вовсе не в европе она в южной америки в сухи в сухой пустыне атакама да там где-то вот в горах южной америки там где мало атмосфера там где очень сухой воздух очень спокойный воздух вот там начнется проводится исследование и вот по-моему совершенно недавно вот такой вот претендент на новую физику был открыт в австралии в австралии тоже международными усилиями построена радио антенна размером в квадратный километр вот такой радиотелескоп размером в квадратный километр вот он должен очень слабый сигнал из космоса принимать и вот на длинных волн порядка так я так прикидываю 40 сантиметров 4 дециметра там что-то 800 чем-то гигагерц мегагерц простите да около гигагерца вот такая длина волны поменьше гигагерц 0,8 значит 0,88 гигагерца как-то вот так ну это не точно вы на меня не ориентируйтесь вот открыли следующее явление недалеко это от центра нашей галактики недалеко это в смысле вот в угловом смысле недалеко находится некая источник источник радиоизлучения вот на этой длине волны который вот работает как-то очень нерегулярно он то включится то поработает то выключится то включится то поработает какое-то время выключится потом опять включится и причем значит в принципе с такого рода источниками мы уже знакомы такого рода источниками но не именно таким это имеется в виду так называемые нейтронные звезды пульсары это нейтронная звезда очень быстро вращающийся так сказать комок нейтронов который значит излучает он вращается и вот иногда нам в этот попадает он процесирует еще иногда в нашу сторону направлена вот эта струя которая излучает тормозное излучение в том числе в радиодиапазоне но в принципе это всегда сопровождается еще рентгеновским излучением а рентгена оттуда нет и более того если пульсар то это как часы работают пим 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 вот так вот выдает постоянно вот этот импульс а это не постоянная частота то включится ну следующий элемент он ну скажем так не очень характерен не очень удивителен это излучение поляризованно с чем это связано поляризация с тем же вот этим загадочным объектом который вот так излучает или это радиоволны прошли к нам через какую-то вот значит туманность или облако пыли космическая а это облако пыли было замагничено да магнит ну короче говоря магнитные поля любят популяризовать излучение электромагнитное вот это может быть с этим связано это кстати не так уж и загадочно а вот сам вот этот процесс включение выключение вот он загадочный вот это вот непонятно что там происходит и вот это похоже действительно вот та самая новая физика возможно возможно это новая физика которая вот к нам пришла оттуда откуда откуда и не ждали да из радиоастрономии кстати говоря пионерами радиоастрономии в свое время после второй мировой войны были великобритания там такая была обсерватория джодерл бэнк и советский союз и вот мы значит друг перед другом и вместе тоже кстати на эту тему работали огромные радиотелескопы строились но долгое время самый большой радиотелескоп ротан был значит в советском союзе он до сих пор кстати функционирует до сих пор работает до сих пор своего помощи изучают вот похожие объекты струи из ядер активных галактик да вот мне как-то приходил один ученый и рассказывал про свои исследования вот в том числе на этом вот ротане ну вот вроде как нашли новую физику радуйтесь граждане нашли что-то непонятное ну а дальше это уцепить так вот главное ниточку уцепить и дальше за ниточку все это вытянет можно будет вытянуть вот потихоньку потихоньку будем вытягивать 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 глядишь и вытянем так что поздравляю вас физика наконец нашлась новая а новая физика это все что угодно может быть вот свое время когда значит использовала человечество не всегда в пользу иногда во вред новую физику открытую это вот деление атомной ядра вот это вот все эти процессы деление ядра нейтронами спонтанное деление урана вот это вот получились атомные бомбы все прочее а дальше исследования продолжались том что на на значит пимизоны тут какие-то летают мемизоны надо бы их исследовать и вот значит решили продолжить эти работы хотя непонятно как как вот как сейчас по путину сказала нельзя ли вооружить нейтрино да вот нельзя ли вооружить как-то пимизоны тогда вопрос стоял и в свое время значит лаврентий павлович берем известный покровитель ядерной так сказать отрасли известный покровитель ученых он их защищал от дуболомов наших так сказать марксистских которые были нет не может быть верна теория относительности нет не может быть верна это самое квантовая механика он вы сможете без этого сделать эту бомбу нигать нет не сможем тогда делайте не обращайте внимание все между прочим в свердловске по моему нова не по моему свердловске на вокзале и есть значит такая фреска который изображает ученых которые там начать что-то так сказать соображает муракует про атомную бомбу и один из них это значит берия там угадывается но он угадывается по портрету и рядом там курчатов тоже вполне угадывается на причем это такой обобщенный портрет потому что рядом еще с неба падает пауэрс которого сбили а это уже спасти этими 60-е годы до 61 что ли год вот где-то так тогда когда уже берию расстреляли вот ведь им перед хотели поставить памятник то ли перед то ли внутри павильона а то атомной промышленности на в днх изображающий вот отцов атомной бомбы в том числе там должен был быть и берия но как то вот по моему это отыграли назад не совсем справедливо наверно вот так вот он значит покровительствовал ядерщиком и создал дубну дубну в которой явно занимались так сказать в невооруженными проектами не оружейными и в конце концов дубну решили уже при хрущеве сделать международным центром открытым вот так вот ну ладно спасибо вам большое за внимание поздравляю вас чтобы нашлась наконец ядерная физика надеюсь я как вестник вестника положительно принесшего положительную весть заслуживаю ваши награды да я ведь живу на вашу поддержку на ваши под подаяния честно скажем внизу мне для ваших подаяний есть номер сбербанкской карточки номер счета сбербанке есть paypal есть donation alert с киви кошелек кошелек вконтакте юмани что там еще есть можете стать спонсором его канала на ю тубе кстати спонсоры теперь имеют доступ к лекциям по 36 полутора часовых лекций по физике 36 полутора часовых лекций по математике для поступающих в вузы вот такие вот дела замечательные такие вот материал вам могу предложить когда-то мы его делали с цветковым по заказу но заказчик прекратил свое существование юридическое не физической часть вот такие дела ну уж поддержите меня пожалуйста если можете да и может стать моими учениками если свяжетесь на фейсбуке или вконтакте пока всех вам благ